Неслужебный, а гражданский долг. Некоторые жители Прибайкалья отдают в суде. Ведь абсолютно любой человек может стать судьей, то есть присяжным заседателем. Как устроена работа такой коллегии, сегодня выясняла Дарья Эйвазова. Из учителя или домохозяйки в судьи. Сменить профессию на несколько дней в году предстоит тем иркутянам, которые пройдут отбор в присяжные заседатели. Это своего рода народные судьи. Попасть в коллегию специально нельзя, только случайно. Ведь кандидатов из всего списка жителей Иркутска выбирает компьютер. Письмо пришло мне месяца три назад. Я просто как бы положил его на стол и решил прийти. Да, я немножко волнуюсь. Приглашения от Иркутского областного суда получают около тысячи жителей. Но приходят на отбор лишь несколько десятков. Хотя роль присяжного это гражданский долг. Заседателей отбирают под конкретное дело. Неподходящих кандидатов отсеивают судья, адвокат и прокурор. Например, они вряд ли доверят дело об убийстве ребенка присяжному с детьми. Ведь он может отнестись к решению предвзято. При этом привлекать ли вообще заседателей к рассмотрению дела решает вовсе не суд. Решение о том, кто будет вершить правосудие, судья или присяжный, может принять только сам подсудимый. Как правило, в коллегию попадают люди далекие от юриспруденции. Поэтому сторона защиты надеется не на профессионализм присяжных, а на их человеческие качества, которые в процессе рассмотрения дела помогут качнуть чашу весов в сторону оправдательного либо смягчающего вердикта. Для подсудимого заседание с присяжными это пан или пропал. Ведь оспорить решение присяжных в чью бы то ни было пользу практически нереально. Подать апелляцию можно лишь в том случае, если были процессуальные нарушения. Например, доказательства были получены незаконно или было давление на присяжного. Если же сам процесс суда прошел по закону, то вердикт о невиновности нельзя спорить. А вот обвинительное решение можно пересмотреть либо смягчить. Если коллегия присяжных заседателей придет к выводу, что вынесет обвинительный вердикт, но судья посчитает, что доказательства не доказывают, он вправе распустить коллегию присяжных заседателей и заново начать рассмотрение дела. Основные три вопроса, на которые отвечают присяжные заседатели, то есть доказано ли, что было само деяние, то есть что произошло, доказано ли, что это совершил подсудимый и виновен ли он. В случае, если они отвечают утвердительно на все три вопроса, то есть признают его виновным, что он это совершил, перед ними ставится еще четвертый вопрос, заслуживает ли он снисхождения. Чтобы стороны не играли на эмоциях присяжных, судья строго контролируют процесс. Присяжные не могут общаться со сторонами по делу вне судебного процесса. Также заседатели под защитой закона, как и свидетели. На них нельзя влиять и тем более нельзя им угрожать. Работа присяжных оплачивается, а работодатель обязан отпустить присяжного на суд, иначе получит штраф. Но иркутяне все равно далеко не всегда решаются быть заседателями. Ведь это большая ответственность. Бояться не стоит. В любом деле нужно просто подходить с холодной головой и с холодным сердцем, как говорится, и отталкиваться только на факты. Тем более, что присяжные получат их в избытке. В зависимости от сложности дело может длиться от месяца до года. Этого времени достаточно, чтобы заседатели определились с коллективным вердиктом. А сам приговор со сроком и другими юридическими тонкостями остается за судьей. Дарья Эйвазова, Виктор Чешкашин. Новости по будням.